В башне управления гонками многие собравшихся не были даже во время самой Формулы-1. Попасть сюда могли лишь специалисты гонки или очень важные гости. Но во многом благодаря именно людям, которые сегодня здесь оказались впервые, королевская гонка в Сочи прошла с оглушительным успехом. Место выбрано не случайно, но где еще, как ни в одном из центральных объектов автодрома, чествовать тех, кто устроил на нем праздник мирового уровня. В зале больше 60 человек. В большинстве своем не медийные личности, их не знает в лицо вся страна, и их имена не пестрят в заголовках газет. Но это и есть бойцы невидимого фронта Формулы-1. Это предмет гордости не только страны, но каждого из нас. Предмет гордости всех кубанцев, которые, в общем-то, здесь трудились, работали, и не щадя, как говорится, живота своего, и отдавались полностью этого проекта. Работали 24 часа в сутки, я знаю, особенно последний период. От всей души хочу поблагодарить вас за этот проект, за его удачное исполнение. Хочу заверить, что мы не будем стоять на месте. И тот костяк команды, который сегодня сохранился, который показал себя. Конечно, вы будете востребованы на других проектах. Я очень хочу, я очень надеюсь на то, что мы сможем с вами еще 2-3 проекта выдать на гора. Награды получают не только организаторы Гран-при Сочи и сотрудники городской администрации. Медали за выдающийся вклад в развитие Кубани губернатор вручает и тем, кто не строил трассу и не вел переговоры. Игорь Могутов поражал всех гостей «Формулы» акробатическими трюками. Артист балета, ансамбля, танцы и песни «Кубанская казачья вольница» был, что называется, частичкой души «Формула-1». Если честно, артисты, они как и везде, без них ни одно мероприятие не пройдет просто так. За счет них очень большое, как бы сказать, уважение произошло, эмоции. Появился стимул для дальнейшей работы и не то, чтобы, сказать, опустить руки, а идти все дальше, вперед, вперед и стараться. Не только не опускали руки, но и почти не смыкали глаз все дни, пока на автодроме ревели моторы краснодарские врачи. От хирургов до инстезиологов, которые дежурили во время всего Гран-при. Правда, работы, к счастью, так и не оказалось, но свою медаль за надежные тылы из рук губернатора они получили. Хранить я, конечно же, буду ее дома. Я думаю, мы с сыном определимся, как ее хранить и кому показать. Как признаются все, кто собрался в башню управления гонками, эта гонка для них теперь семейное предание на много поколений вперед. А для Кубани и всей России проект, который даже после завершения этапа Гран-при принесет огромные дивиденды. Трасса в Сочи уникальна, нигде в мире больше нет трека, раскинувшегося в Олимпийском парке между дворцами спорта. То, что интерес к нему будет огромный, никто не сомневается. По популярности телетрансляций гонки уступают только играм Чемпионата мира по футболу и Олимпиаде. Сочинский Гран-при посмотрели полмиллиарда человек по всему миру. Подобного рода мероприятие открывает много возможностей и имиджевых, и коммерческих для привлечения нового бизнеса. Автодром – постоянный объект, который эксплуатируется регулярно. Сам по себе привлекает значительное количество туристов. Все это ставит Краснодарский край и Сочи в ряд ключевых центров мирового автомотоспорта. Эта инфраструктура, которая создана в будущем, она будет работать только на город. И это огромный плюс для самого города и для развития, в частности, нашей Кубани. Поэтому я думаю, что здесь все будет только на благо. В заключении своей речи губернатор Александр Ткачев в узком кругу признается, создать такое грандиозное мероприятие, как Формула-1, было нелегко. Но то, с какой легкостью ее провели в Сочи, еще раз доказывает – кубанцы перед трудностями не сдаются. Нас пугали, нам говорили о том, что это будет крайне сложно. Давайте мы отложим в 2015-2016 году сделаем. Мы были в таком цепноте, мы были в тяжелейшей ситуации. И порой, я не скрою, почему так говорю откровенно, потому что мы в кругу семьи. Вы знаете, мы уперлись вместе с вами, мы где-то оскорбились в какой-то степени. И мы понимали, у нас нет шансов провести плохо. Это был успех. И, конечно, так как Формула прошла. В Кельне мы получили гранд-при за лучшее спортивное сооружение в Европе за 2014 год. Конечно, это было большое достижение и большое подтверждение того, что действительно этот проект состоялся, и он признан мирным сообществом лучшим проектом. В зале уже и шампанское закончилось, а награжденные никак не расходились. Последние рукопожатия и фотография на память. Тех, кто останется в памяти, как написавшие новую страницу в истории России. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Сочи.